35 маршрут будет доезжать до микрорайона Солнечный в феврале. А маршрут номер 20 пока ездит в тестовом режиме и окончательную схему его движения еще не приняли. Отмечают в управлении ЖКХ, энергетики, транспорта и связи. Там сегодня прошла прямая линия. Вопросов было сравнительно немного. За полтора часа с представителями Чебоксарской администрации пообщались около 20 человек. За ходом диалога горожан и чиновников наблюдала Оксана Замятина. Одними из первых на прямую линию дозвонились жители одного из домов по улице Дементьева. Одних беспокоит беспорядок на прилегающей территории, других то, что управляющая компания требует деньги на замену светодиодных ламп, которые перегорели. В управлении ЖКХ администрации города обещали разобраться в ситуации с выездом на место. А жительница Байконура пожаловалась, что около ее дома негде гулять с детьми. По словам Владимира Филиппова, должного участия в развитии и благоустройстве микрорайона застройщик не принимает. Пока на сегодняшний день мы боремся и хотим решить это все через застройщика, в дальнейшем работу будем проводить по ремонту и приведению данной территории в порядок. Пока не могу сказать, что начнем мы эту работу в 2020 году, не могу сказать, что в 2021 году, но в любом случае эту работу будем проводить. Возможности построить сквер рядом с микрорайоном Байконур сейчас нет, отметил замглава администрации по вопросам ЖКХ. Однако горожане могут внести свое предложение для благоустройства общественных территорий по проекту формирования комфортной городской среды. Говорили и о новом сотом троллейбусе. Вопрос прозвучал не по телефону, его задали присутствующие журналисты. По словам Владимира Филипова, сейчас на ходу три троллейбуса, один на ремонте. Назвать маршрут востребованным пока не получается. В рейс транспорт выходит чуть больше недели, и пассажиры только привыкают к нему на дорогах. От 200 до 350 пассажиров на одном троллейбусе в день пока проводим. Это мало. Хотя из Новочебоксарска в утренние часы выезжает порядка 14-16 тысяч человек в сторону Чебоксар. Маршрут востребован в часы пик, в утренние и вечерние. Значит, в утренние на вылаз из Новочебоксарска, а в вечерние на вылаз из города Чебоксара. Чтобы не терпеть убытки, в администрации Чебоксар собираются скорректировать график работы нового маршрута. Кроме того, увеличится и число троллейбусов. Мы с Минпромторгом Российской Федерации через Министерство транспорта Чуварской Республики данный вопрос отрабатываем. Миллиард 200 пока на сегодняшний день вопрос обозначен. Будем участвовать и будем закупать троллейбусы на автономном ходу, для того, чтобы поставить 16 троллейбусов на сообщение Чебоксара-Новочебоксарск. И продление данного маршрута до улицы Университетской. Вопрос с продлением маршрута решился уже сегодня. По просьбам жителей и согласованию с Минтрансом Чуваши, с понедельника сотый троллейбус будет доезжать до Соколовного Чебоксарске и до микрорайона Университет в Чебоксарах. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил глава администрации Чебоксара Алексей Ладоков. Проездные для пассажиров двух городов планируют ввести в феврале. Оксана Замятина, Вадим Владимиров. Вести. Чебоксары. Продолжение следует. Продолжение следует.